Рекорды страны на телерадиоканале Страна ФМ В течение целого часа вы будете узнавать, на что способны наши с вами сограждане, соотечественники Ну и кроме того, у вас будет возможность кое-что выиграть Да, мы, кстати, расскажем не только о рекордах, которые совершились недавно, совершенно были установлены вернее Но и также расскажем о рекордах, которые будут еще установлены Ага, то есть такой анонс Ну и Викторина, как ты уже сказал, победителю достанется замечательная фирменная эксклюзивная кепка от телерадиоканала Страна ФМ Мы все время говорим, что в этой кепке хорошо и в зной ходить на пляж вместо панамочки, а также в дождь и ветер она вас будет защищать и заряжать солнечным настроением Мне кажется, зимой тоже можно надеть кепочку, а сверху ушанку И тоже как бы в кепке, и не холодно Это пожелание, знаешь, мне кажется, вот если ты соберешь достаточное количество людей в таком виде, ты тоже можешь забабахать какой-то свой рекорд в Книге рекордов России А почему нет? И еще, друзья, важная информация, если вдруг у вас появится ничем непреодолимое желание установить какой-нибудь рекорд и прославиться на всю страну То То заходите на сайт книгарекордовроссии.ру Там есть специальный раздел, называется «Установить рекорд», там есть анкетка Достаточно простая анкета Очень простая, заполните ее и дождитесь ответа, и когда вам ответят, значит, ура, все свершилось практически Ну нет, ура, вас будут рассматривать Ну вы на пути, вы на пути, вы на пути к рекорду Слушай, ну и очень важно, чтобы у вас было российское гражданство по той простой причине, что Книга рекордов России, вот такая небольшая формальность, но нужно ее соблюсти Да, и если вы установите рекорд, то в один из следующих понедельников, возможно, вы будете в числе вот этих замечательных людей, про которых мы и рассказываем вам А ты знаешь, какая интересная штука? Мы вот в течение часа будем рассказывать про рекорды и тем самым подавать идеи нашим слушателям и зрителям, потому что мы будем даже говорить, что нужно сделать на 10% больше вот этого или того И человек сразу так-так-так посчитал, думает, могу вот это вот, могу Прямо четкий алгоритм, ну помимо того, еще раз напомню, важная вещь, мы не только будем рассказывать, а все рекорды, о которых мы вам расскажем, ну самые значимые Их можно будет увидеть, поэтому если вы слушаете, вы продолжаете слушать, ну и включаете экраны еще, потому что это надо смотреть На сайте страна.фм, а также Триколор ТВ, 742-я кнопка и во всех приложениях, во всех мобильных и смартфонах Да, друзья, в общем, будьте здесь со страной.фм, мы очень скоро начнем Начнем Мне кажется, эти девочки вполне могли поставить рекорд Слушай, ну вот тут одна девочка причастна к следующему рекорду, очень красивая, с хорошими голосовыми данными Кстати, да, мы все прекрасно знаем Ну, друзья, напомним, телерадиоканал Страна.фм и Книга рекордов России представляют совместный проект, который так и называется Рекорды страны И мы знакомим вас с теми рекордами, которые недавно были поставлены в нашей стране, а также анонсируем то, что будет совсем скоро Ну, начнем с того, что уже поставили, и как раз-таки там будет красивая девушка Да, ну, совсем недавно все это было 2 сентября этого года, естественно, в Москве был зафиксирован рекорд на самую длинную танцующую очередь Очередь за бургерами Black Star, привычная картина, поэтому организаторы решили установить национальный рекорд Все, кто принимал участие во флэш-мобе, одновременно танцевали бургер-дэнс Представляешь себе, что это под песню Теама певицы Ханны Вот то, что сейчас Кутузов изобразил, это не совсем то, но, в принципе, в очереди бы сошло, мне кажется Которая также певица Ханна принимала участие Во всем этом двигалась под заводные латиноамериканские ритмы и стояла в очереди за бургером Да, в итоге что произошло? По итогам этой замечательной акции представители Книги рекордов России официально зафиксировали в качестве достижения Пятиминутный танец, 186 человек одновременно В очереди! Ну, в очереди, с бургерами, может, во рту, может, в руках ездят Нет, нет, они там без бургеров А мы, кстати, сейчас увидим все это, между прочим Да? Слушай, давай, я хочу посмотреть Давайте посмотрим, друзья, как все это было Рекорды страны На телерадиоканале «Страна-ФМ» Ага, да-да-да-да-да Ну, вот, собственно, все и происходит прямо сейчас Угу, да Слушай, ну, честно говоря, я каждый раз, когда прохожу мимо, думаю, ну что ж вы стоите в такой гигантской очереди Неужели, ну, неужели, ну, нельзя что-то другое купить? А они говорят, нет Они говорят, что это настолько вкусно, что нужно стоять именно здесь О-о-о, кричат как-то Там еще, там огонь прям, зажигательный, все Руки выше Слушай, ты с рукой натанцевал бургер, да? Конечно, да Ногами я не могу, я же сидел Ну, мне кажется, так веселее даже, как все это сейчас прямо происходит, как нам показывают, да? Потому что просто тупо стоять, очень скучно же Конечно А там вон что-то еще И нужно лишние килограммы скидывать от бургеров, понимаешь? Ну, сразу, заранее Ну, круто Правда же Рекорды страны На телерадиоканале «Страна-ФМ» Ну и танцующая очередь растянулась от арбатского переулка до дверей ресторана «Блэк Тар Бургер» Сертификат книги «Рекорд» в России вручили совладельцу и основателю бургерных Юрию Левитасову, который прокомментировал достижения В Москве сейчас отсутствует культура массового городского танца, как, например, в Рио-де-Жанейро О, как загнули, да? Где каждый может открыто выразить эмоции, заряжаясь мощной энергетикой толпы На этом цитата не заканчивается Ну-ка Подожди, надо перевести, так сказать, дух Поэтому мы совместно с хореографами школы Касабланк, то есть не просто так Придумали танец, чтобы позволить людям хотя бы на время забыть об условностях и штампах И сплотиться в движении под ритмы «Бургер Дэнс» А теперь даже наштег такой есть, который все без конца в инстаграмчике постят Увидите, не удивляйтесь Мне кажется, у нас это получилось зажигательнее и веселее, чем, допустим, как он говорил, где? В Рио-де-Жанейро, потому что у нас холодно, мороз То есть сама погода как бы говорит о том, что двигайся, двигайся Слушай, сплит, пожалуйста, мороза 2 сентября еще не было, да и сейчас, слава богу, еще плюсовая температура Поэтому все нормально И, друзья, еще один очень важный момент Чтобы побить этот рекорд, о котором мы вам только что рассказали Вам необходимо, чтобы в танцующей очереди, созданной вами, естественно, было бы на 10% больше людей, чем в установленном рекорде Там было сколько? 186 человек Да-да-да Вот прибавляйте 10% и, пожалуйста, рекорд будет побит И можете так под шумок свой танец сочинить, под свою песню, чтобы все это было вот на таком же уровне, как это сделали Blackstar А может быть, вы и бургерную откроете? Да, да, а мы можем к вам прийти всегда А мы придем в гости, да, зовите Да Ну вот такой замечательный рекорд, друзья, об очередном рекорде страны мы расскажем совсем скоро Будьте со страной, ФМ О, как прекрасен телерадиоканал «Страна.ФМ» по понедельникам с утра Докажи, Влад Кутузов Доказываю прямо сейчас С первого раза, не всегда получается, видишь, с первого раза Ничего страшного Но хорошо, что со второго вышло Это рекорд Я хотела пошутить, что в твоем возрасте, но подумала, что опять контекст какой-то страны у нас получается Друзья, мы не об этом, мы про рекорды страны, которые все-таки смоглось и получилось сделать участникам нашей рекордной рубрики Напомню, что рубрику «Рекорды страны» телерадиоканал «Страна.ФМ» представляет совместно с Книгой рекордов России Давайте будем слушать об очередном рекорде, его же будем смотреть, кстати, совсем скоро Итак, в чем дело, друзья? Гигантская тыква весом 432 килограмма 5 сентября этого года была занесена в Книгу рекордов России Тыква 432, полтонны практически В Бодоническом саду Московского государственного университета «Аптекарский огород» Вот где выращивают-то На фестивале «Краски осени» царь тыкву представил Александр Чусов, психолог из столицы Смотри, психолог, а вырастил тыкву Я просто думаю, ну не знаю, мне кажется, просто он, я не думала, что он вырастил Я подумала, что тот человек, который вырастил, ему понадобилась психологическая помощь, чтобы осознать масштаб вот этого своего действия Происходящего Ну и, собственно, он и установил рекорд, называется он так «Самая большая тыква в нашей стране» Предлагаю прямо сейчас на эту тыкву посмотреть уже Я очень хочу, очень хочу Давайте Давайте Рекорды страны на телерадиоканале «Страна-ФМ» Ну-ка, ну-ка, ну, ничего себе, слушай, я чуть не сказал нехорошее слово, когда увидел эту тыкву Слушай, обалдеть, а ты знаешь, что у нее очень кожурка твердая, ее ведь не разрезать, ее только вот смотрите и бывает Слушай, она больше Александр раз 10, мне кажется, практически Ну нет, ну, покой Реально огромная, как маленький автомобиль, практически Рекорды страны на телерадиоканале «Страна-ФМ» Слушай, а тут рядом совсем Хэллоуин у нас, ну как рядом, месяца через полтора, так можно такую нарезать Это не наш вражеский, не признаемый Не признаемый Итак, смотрите, тыква 432 А, вот по поводу, почему психолог, да Вот, цитата Я учился на психолога, говорит Александр, но в один момент все-таки понял, что это не мое Я всегда увлекался выращиванием всего экзотического и в 16-м году наткнулся в интернете на информацию о гигантских тыквах В первый раз у меня выросла тыква 80 килограммов, то есть это был не первый заход С которой я поехал на фестиваль урожая в Коломенском, где проходил конкурс на самый большой овощ вообще Слушай, ну 80 и 432 И занял там, Александр, первое место и выиграл гектар земли Ага Представляешь? Какой молодец А потом он уже вырастил тыкву весом 432 килограмма Вот так все было Слушайте, ну, Александр, мы вами восхищены И мы даже не представляем, сколько сил вы потратили, сколько удобрений в нее в лето, чтобы она такая вымушала Слушай, сама Александра говорит, что очень сильно готовилась ко всему этому, потому что штудировал всякие книжки, информацию в интернете И европейская информация, и штатовская, везде, где выращивают огромные То есть просто так случайно нельзя вырастить Нет, конечно, готовилась к этому долго Вот, теплица 6 на 8 метров у него была И что там, питание специальное и так далее и прочее Несмотря на холодное лето 17-го года, оно было им, помню, да, июнь, июль, 10 градусов, по-моему, было Все-таки выросла такая царь тыква Урожай собрали, да Слушайте, Александр, еще раз, нам ваше... вам наше... вам наше истинное восхищение хотелось, чтобы Александр... Нам ваше тыква, а вам наше уважение Да, слушайте, давайте тыкву, мы, в принципе, не откажемся Чтобы побить этот рекорд, нужно вырастить тыкву на 10% тяжелее, чем в установленном рекорте Поэтому дерзайте, друзья, напомню, что исходный вес 432 килограмма Да, то есть 10% прибавляете, выращиваете тыковку Это совсем несложно, как мы предполагаем И все, попадаете в Книгу рекордов России И мы про вас рассказываем на телерадиоканале «Страна.ФМ» Ну а пока движемся далее Да Рекорды страны на телерадиоканале «Страна.ФМ» Но мы с тобой домой еще не возвращаемся, еще не время Мы не про все рекорды рассказали, которые были установлены на территории нашей большой необъятной родины Вот ты знаешь, я когда слышу Дениса Майданова, группу «Любе» и еще кого-то У меня вот прям вот душа по родине разворачивается Хочется рекорд установить Хочется рекорд установить, да И никак не может, не придумаю, в чем я хороша особо Кстати, друзья, буквально через несколько минут у нас будет небольшая викторина И мы подарим кому-то из вас Кепку с логотипом телерадиоканала «Страна.ФМ» Обратите внимание, что кепка это эксклюзивная Ее не купить, никто вам ее не подарит Потому что если выиграл с таким трудом на телерадиоканале «Страна.ФМ» Никому кепку не отдашь Да, так что слушайте и смотрите внимательнее Через несколько минут будет вопрос, собственно, на него правильно ответив Вы получите эту замечательную кепку Ну а прямо сейчас очередной рекорд страны И он вот о чем В 2014 году был зафиксирован вот такой зрелищный рекорд Максимальное количество авиамоделей в воздухе Одновременно За одну минуту в воздух было запущено 55 авиамоделей Слушай, это потрясающе Мне кажется, это так красиво Это как в японских мультиках аниме Когда мечты мчатся вдаль и так далее и тому подобное Ну и что я все говорю и говорю Это вот тот случай, когда рассказывать можно практически бесконечно Но все-таки лучше, друзья, один раз взять и посмотреть, что мы предлагаем вам прямо сейчас сделать Давайте Рекорды страны На телерадиоканале «Страна.ФМ» Так Чего там происходит? Вот, 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 запускают Первый полетел Второй, третий Ой, я не могу так считать быстро Как громкое количество Смотри, некоторые не сразу улетают Приходится по дворам запускать А некоторые улетают очень высоко, между прочим Оооо Слушай, ну прикольно вообще, здорово, да Главное, из погоды повезло людям Там дяденька, вон, дяденька все объясняет, слышишь? О, полетел еще один Смотри, да, и женщины, и мужчины все увлекаются авиамоделями Слушай, они не просто летают, они, слушай, огромные модели Смотри, какие здоровые В основном все-таки мужчины любят самолетики Рекорды страны На телерадиоканале Страна.ФМ Вот ты в самолетике в детстве доиграл? Играл, конечно, а как же не играл? А сейчас доиграл? До сих пор иногда с балкона запускаю Когда балкон нахожу Запускаешь? Я думаю, балкона нет просто Слушай, ну у меня просто есть знакомый Который вот фанатеет от этого Он сначала просто с сыном запускал змея Потом он пришел к авиамоделям Потом он открыл для себя квадрокоптер И все, он без этого жить не может Он ездит на какие-то постоянные симпозиумы Какие-то слеты Что-то они там всякие обновления обсуждают Ну вот, может быть, тоже скоро поставят рекорд Слушай, ну и такая штука, которая затягивает совершенно определенно Итак, друзья, касаясь рекорда О котором мы только что с вами услышали И который посмотрели Он был установлен в Алтайском крае В городе Бийске Во время проведения всесибирского Да, авиамодельного фестиваля ББС-2014 Да, правильно 2014 Результат 55 авиамоделей запущены были одновременно в воздух И провисели там одну минуту Одновременно опять же Да, чтобы побить этот рекорд Вы знаете, что нужно Это делать Нужно запустить одновременно в воздух На 10% больше авиамодели Чем за фиксированным рекорде О котором мы только что говорили Прямо сейчас заходите на сайт Книга рекордов России Точка ру Заполняйте нехитрую анкетку Обязательно наличие российского гражданства Ну и еще, знаешь, что хочу напомнить Хочу напомнить, что рекорды страны Телерадиоканал страны ФМ Представляет совместно с Книгой рекордов России Все у нас по-взрослому Все у нас очень серьезно И еще один важный момент О нем говорили, но не лишний будет напомнить Совсем скоро викторина И мы подарим кому-то из вас Кепку от телерадиоканала страны ФМ Так что будьте здесь Рекорды страны на стране ФМ Продолжаются Совершенно верно Ничего никому не нужно Но все сейчас будут выигрывать Старательно кепку С логотипом телерадиоканала страны Да, абсолютно верно Потому что прямо сейчас Ранее обещанная нами Замечательная викторина Итак, друзья У вас есть возможность Выиграть кепку От телерадиоканала страны ФМ Вопрос, конечно же, касается рекордов нашей страны Что неудивительно абсолютно Слушай, ну свежий совсем рекорд Это нужно знать Или быстро гуглить 16 сентября 2017 года Вот-вот недавно был зафиксирован рекорд Самое массовое исполнение песни За полярным кругом О как! Да, пели одновременно 5 тысяч Прикинь 5 тысяч 556 человек Слушай, я не представляю Пели песню За полярным кругом Организатор Городской дум культуры При поддержке игроков Проекта World of Wallship Ну и вопрос, собственно Да, вопрос, собственно Прямо сейчас Внимание, друзья В каком именно городе Заполярье Был установлен этот рекорд О котором мы только что вам рассказали Давайте еще раз В каком городе Заполярье Был установлен рекорд Массовое исполнение песни За полярным кругом Три варианта ответа Мурманск Норильск Или Дудинка Абсолютно верно Еще раз Самое массовое исполнение песни За полярным кругом В каком городе все это произошло В Мурманске Норильске Или в Дудинке Присылайте свои ответы Ватсап и Вайбер На номер 8909 928 189 Ну и давай Третий Третий, кто правильно ответит Будет обладателем подарка Да, окей Плюс 7909 928 189 Ждем, друзья Ну а победитель Еще раз напомним Получит кепку От телерадиоканала Страна.ФМ А мы едем далее Давай-ка расскажем Еще несколько рекордов Самая массовая конница Всадников Черкесской одежде Вот так вот 20 сентября 2017 года В городе Баксан Кавардино-Балкарской республики Отметили сразу два праздника День города И День адыгов В ходе мероприятия Был установлен рекорд России Самая большая конница Всадников Черкесской одежде Мне кажется, что это было Очень красиво А вот еще Смотри Дом дыхания На днях попал В Книгу рекордов России Проект финансово-строительной корпорации Лидер Жилой дом дыхания Включен в Книгу рекордов России Как здание Внимание С максимальным количеством Этажей С разной площадью Увеличивающихся вверх 19 сентября Осталась церемония Вручения сертификата Книги рекордов России Руководства ФСК-лидер Слушай, я просто пытался Сейчас себе представить Это здание Пока в голове у меня нет А вот я тебе могу рассказать Дом дыхания Имеет уникальную совершенно конфигурацию Фундамент дома По площади На 30 квадратов Меньше, чем крыша То есть оно вот так Конусом идет Только вверх, да, получается Да-да-да-да Это не только Придает дому Индивидуальный облик Но и обуславливает Максимальную вариативность Планировок Всего в здании 25 этажей Дом расположен В районе Дмитровского Шоссе в городе Москва Можно пойти и посмотреть Над проектом работала Команда из 47 специалистов ФСК-лидера 15 дизайнеров Ведущего Международного дизайн-бюро Ну что, крутой рекорд На самом деле Друзья, впереди у нас Еще много крутейших рекордов О них мы обязательно Вам расскажем В ближайшем времени Кстати, ждем победителя Но вопрос повторять не будем Мы уже 10 раз сообщили Да-да Третий, кто правильно ответит Получит от телерадиоканала Страна ФМ Замечательную фирменную Эксклюзивную кепку Пишите, друзья Я считаю, что мечтать о чуде Это совершенно не ерунда Потому что вот кто-то говорил Не бывает так Не получится А человек брал, делал И его чудо Стало рекордом Если мечтал, мечтал Просто так Потом раз И все получилось И мы об этом рассказываем Мы об этом рассказываем В рубрике рекорды страны Которую мы представляем Мы это телерадиоканал Страна ФМ Совместно с книгой Рекорды про СИГ И прямо сейчас, друзья Самое большое количество налетанных часов Женщиной-пилотом Давай-ка я тебе расскажу Я всегда горжусь Женская солидарность Во мне взыграла сейчас 14 марта этого года Был зафиксирован следующий рекорд Самое большое количество Налетанных часов Женщиной-пилотом Имя рекордсменки Летюшкина Нина Васильевна 1942 года Давайте я Нина Васильевна покажу всем Проживает она в Москве Вот она Нина Васильевна Улыбчивая молодец Нина Васильевна пилот первого класса За всю трудовой деятельность Еще ее общий налет составил Ух ты 23 тысячи 480 часов И 14 минут Это потрясающе Что-то нереальное количество Это 2,5 года жизни Она провела в небе И за штурвалом Такой показатель уникален Даже для пилотов мужчин А что значит даже для пилотов мужчин Женщины вообще Ого-го Среди женщин Нина Васильевна такая одна В авиации Нина Васильевна проработала 45 лет Не допустив ни одной аварии Спасибо ей большое за это За время трудовой деятельности Она подготовила К самостоятельным вылетам Пять командиров Самолета Ил-18 Это вообще рекорд Прямо рекорд Рекорд Вообще с большой буквы Давай еще об одном Успеем рассказать Быстренько Самое маленькое издание Романа Александра Сергеевича Пушкина Евгений Онегин Ну-ка давай показывай Вот она картиночка Вот он такой Евгений Онегин Меньше 5 раз Мне кажется Булавки маленькие Авторы самого миниатюрного издания Станислава Анатолий Коненко Из Омска Рекордно маленького Евгения Онегина Они создали в 2002 году Это издание в 4 книгах Размер каждый 8 мм На 9 мм Я считаю что Не знаю как вы это делали Скорее всего просто Под увеличительным стеклом Там такие малегусечки Прям совсем Но это ми-ми-ми Ну прикольно Ну давайте все-таки Мы победители у нас же есть Мы должны объявить прямо сейчас Итак друзья Ну наверное сразу правильный ответ Самое массовое исполнение песни За полярным кругом Случилось в городе Дудинка Это был правильный ответ В Красноярском крае находится 5556 участников Спели песню одновременно И Третий Третий Кто правильно нам ответил Это девушка Мария из Москвы А нам писал Дудинка Восклицательный знак Смайлик Номер заканчивается на 6-9-4-1 Поздравляем Кепка с логотиром телерадиоканал Страна и ОК Достается вам Вы большая умничка Спасибо вам за участие В ней эфир с вами свяжутся Скорее всего смс пришлют И расскажут Дождетесь в любом случае На этом друзья мы готовы сообщить Что очередные рекорды страны С ними вас познакомим Уже ровно через неделю В следующий понедельник Дождитесь Не пропустите А мы были с вами 4 часа Это Влад Кутузов И Валерия Майорова Ух, прозвулись, Сэм, тут конец эфира Хорошо-то как Друзья, классного вам легкого понедельника Встречайте здесь Роман Шахова и Юлию Егоровым Да Да, совершенно верно Ничего не путаю И будьте со стороной ФМ Пока, до завтра Счастливо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому